Я не доживу до этой старости, когда буду ходить с клюкой. Я уверен, что моей могилы здесь не будет. Но те люди, которые представляют себя в старости, представляют себя в конце этого периода, семилетнего периода, это те люди, которые действительно будут проходить скорбь. И когда они сегодня кричат, что церковь не может быть взята до скорби, ваша церковь, скорее всего, нет. Ваш пастор и лично вы, скорее всего, нет. И вам придется проходить эту скорбь. Вот почему у вас в голове нет понимания веры в то, что Бог заберет свою истинную церковь и возьмет ее на небо. Потому что вы в нее не входите. Вы останетесь здесь и будете проходить скорбь. Для тех, кто еще сомневается, хочу сказать еще один довод. Неужели Христос проведет всю свою церковь через отрубание головы? Неужели церковь попадет на небо только через гильотину? Я не могу себе этого представить, что Христос обрек всю церковь на то, чтобы им всем отрубили голову. Но сказано, через отрубание головы будут проходить те, которые не были готовы к восхищению. И им придется выбирать либо начертание, либо отрубание головы. Не будет Бог проводить свою церковь через отрубание головы. Потому что до конца скорби церковь не могла бы дожить. Если кто говорит, что после скорби возьмет, не может она дожить. Потому что либо она приняла начертание и дожила до этого места. До конца семилетнего места. Либо она должна умереть в середине. Через отрубание головы. И тогда всей церкви нужно приотваться к тому, что нас всех с вами обезглавят. И только так мы сможем попасть на небо. Читайте Писание. И если у вас не хватает веры в то, что Господь придет и избавит свою церковь от година искушения, то только потому, что вы не попадаете в эту церковь, которая будет восхищена Господом, вы в нее не попадаете. Поэтому не кричите и не пишите везде всем глупости, что церковь будет до конца. Ваша церковь будет до конца. До момента, пока придется выбирать между тем и этим. И если вы примете начертание, как принимаете легко вакцинацию, то вы, конечно, может быть и доживете до последнего дня, когда придет Христос. И тогда все будет совсем по-другому. Но он сказал, что никто на небе уже не будет из таких. Для них приготовлено это. Слава нашему Господу. Серьезная и важная тема. Особенно в это время, когда люди в замешательстве, а пастора пишут подобные глупости, как у нас с вами в Украине написали. Как сегодня пастора выступают, и говорят, у кого не будет знака вакцинации, тот не войдет в церковь. Бегите с таких церквей, не оставайтесь с них. Там давным-давно антихрист уже все взял в свои руки и диктует эти условия. Не будьте там, не находитесь там. И если даже в последнее время большие церкви не смогут существовать, это нормально, так сказал Господь. Сейчас возродятся маленькие церкви, домашние группы, и многие другие вещи, которые были в начале, когда было первое христианство. Поэтому сохрани нас, Господь, от всего этого, и остаться, чтобы нам верными, нашему Господу Иисусу Христу, в эти последние дни. И не тешьте себя, что если даже будет отравленное, не повредит вам. И если я знаю, что это идола жертвенная, что это принесли от бесов, и принимая это дело, я уже знаю, что это такое. И если я принимаю, то это уже не относится к тому, что мне не повредит. Повредит. Как повредила Еве, и как повредила бы нашему Господу Иисусу Христу. Потому что это нужно просто принять вовнутрь. И весь народ сказал Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова